Здравствуйте! Вот и пришло время последнего на этой неделе версификатора. И у нас для вас, как обычно, три новости. Новость первая. Депутаты оппозиционных фракций областного законодательного собрания выступили с инициативой восстановить в Омске вещание радиостанции «Эхо Москвы», которое было прекращено с начала этого года. Для этого представители фракции КПРФ и «Справедливая Россия» на заседание регионального парламента даже обратились к губернатору Виктору Назарову, чтобы глава региона рассмотрел возможность поддержать эту радиостанцию из бюджета. Свою инициативу парламентарии объясняют популярностью «Эхо Москвы» и большим количеством омичей, недовольным его закрытием. И, видимо, вслед за многими недовольными депутаты могут сомневаться в том, что замолчало Омское «Эхо» по экономическим причинам, а не из-за своей критики власти. Однако здесь их все-таки придется разочаровать. То, что своя аудитория в Омске у «Эхо Москвы» была, это наверняка. Но для успешной с точки зрения бизнеса радиостанции важна не только аудитория, но и рекламный эффект, который она может дать. Иначе рекламодатель просто не понесет на эту радиостанцию деньги. Видимо, с этим у «Эхо Москвы» и были проблемы. В этой связи остается только два вопроса. Во-первых, насколько будет успешным «Элав-радио», которое займет освободившуюся частоту. А второй, почему коммерчески малопривлекательный проект должен поддерживать бюджет. Об этом, собственно, и говорил Виктор Назаров, напомнивший депутатам, что они сами в свое время и предложили сократить расходы на средства массовой информации. Новость вторая, в которой речь тоже пойдет про коммунистов и эсеров, только уже по другому пикантному поводу. Молодые омские коммунисты решили выступить против пропаганды в омске гомосексуализма, для чего в социальной сети ВКонтакте даже завели страничку с удалым названием «Омск без геев». Организовать и возглавить движение за сексуальную традиционность решил омский комсомолец Алексей Байков, которого КПРФ вроде собиралось выдвинуть в горсовет, на место освободившееся после ухода на постмэра Вячеслава Двораковского. Правда, сам Байков говорит, что бороться с глобосексуализмом собирается от чистого сердца, и с его возможным участием в выборах это никак не связано. Интересен, однако, тот факт, что поляну борьбы с секс-меньшинствами уже давно окучивает другая партия – «Справедливая Россия». А лидер местного отделения партии эсеров Елена Мизулина даже внесла в Госдуму проект законе о запрете на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Так что теперь омским коммунистам и справедливоросам придется подумать, хватит ли в нашем городе гомосексуалистов на всех желающих с ними бороться. И может быть даже заключить конвенцию, вроде той, что заключили в романе «Золотой теленок» дети лейтенанта Шмидта. И, наконец, третья новость. Тоже про политиков, правда, федеральных. Депутаты Государственной Думы, которые дорабатывают сейчас законопроект о запрете на употребление в СМИ нормативной лексики, предлагают пойти еще дальше и приравнять к матерщине точки, заменяющие неприличные слова в печатном тексте, и пищание, которым перекрывают мат на радио и телевидении. Такую инициативу озвучил депутат Дмитрий Вяткин. Честно говоря, иногда наши депутаты напоминают какой-нибудь безумного врача. Ему привозят пациента с инфарктом, а он лечит тому прыщик на носу. Неужели многоточие и запикивание у нас это такая большая проблема? Нелогичнее было бы бороться не с ними, а с резким и почти всеобщим понижением в России уровня культуры. Возьмите, к примеру, программу Дом-2. Если добавить туда мат, или убрать его, или перекрыть пищащим звуком, она что, сильно изменится? Станет более или менее интеллектуальной и нравственной. А ведь у нас таких домов два, половина телеэфира. Так может, над этим в Госдуме стоит поработать? Создать стимулы для повышения культурного уровня СМИ и всего общества. Ну там, зарплату музейщикам поднять, или библиотеки пощадрее профинансировать. В общем, как-то поднять у граждан интеллектуальный и культурный потенциал. Ведь воспитать людей, которые бы не думали и одновременно бы не матерились, невозможно. Давайте уже будем бороться с самой болезнью, а не только с ее последствиями. Выводы, впрочем, делайте сами. Посвятите выходные чему-нибудь полезному и приятному. В понедельник встречайте Сергея Прудникова и его подборку новостей, которые для вас у нас точно будут.